Так, мои дорогие, всем доброе утро. 29 августа, Москва. Налоговые экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, у нас сегодня с вами в выпуске. БРИКС плюс. Является ли это объединение равноправным партнерством неравных? Очень интересная статистика. Покажу вам. Замечательные графики. Посмотрите, заодно задумайтесь. Следующий вопрос. Нуждается ли Россия в единой системе мониторинга изменений климата? Власти Москвы и Сбербанка договорились о партнерстве в сфере КРТ. И 73% компаний решили повышать зарплаты ради удержания сотрудников. Ну что ж, вот такая замечательная у нас есть табличечка, статистика. Значит, с добавлением Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии, Аргентины и Объединенных Арабских Эмиратов новая группа БРИКС будет представлять 46% населения Земли и обеспечивать примерно 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Однако является ли это объединение действительно равноправным партнерством? Задает себе этот вопрос. Значит, вот это замечательное издание, которое нам предоставило, собственно, эту табличечку. Когда президент ЮАР Сирил Ромавоса объявил о расширении БРИКС на брифинге для СМИ по окончании саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Йоханнесбурге, он охарактеризовал этот блок как равноправное партнерство стран, которые придерживаются разных взглядов, но имеют общее видение лучшего мира. Ну и, собственно, они нам показывают объем экономик, который говорит о том, о чем речь, действительно ли это будет именно такое объединение, о котором заявляется. Ну, время покажет, на самом деле, мы здесь не можем никаких делать прогнозов. Мы только фиксируем статистики и просто показываем, значит, о чем говорят там зарубежные, в том числе СМИ, значит, как они ерничают на этот счет. Значит, как показал недавний опрос New Research Group, роль Китая на мировой арене воспринимается с большим скепсисом. Даже среди его партнеров, большинство респондентов в Индии, Бразилии и Аргентине считают, что Китай практически не учитывает интересы их стран при принятии решений в области международной политики. Ну, как говорится, еще раз просто повторю, время покажет, как бы объединение только-только расширилось, зачем же его уже хоронить. Так, следующее. Значит, нуждается ли Россия в единой системе мониторинга изменений климата? Откуда падал ветер? А ветер падал с Дальнего Востока. Во Владивостоке на научно-практической конференции актуальные вопросы развития научных исследований в регионах России и взаимодействия региональных отделений РАН. Там было сказано, что необходима система мониторинговых площадок, которые будут по единой методике в пределах одного и того же подхода собирать пулы данных по всей территории. Потом на основе этой интегрированной большой географически распределенной системы данные будут анализироваться. Такой подход необходим для принятия регионами экономических решений, и только поэтому эта новость к нам залетела в пол избранных новостей. Ну, еще и потому, что я, собственно, говорю, кто стоит у истоков этих разработок, в том числе в мировом масштабе. Значит, конкретные персоналии нам известны. Почему ветер тут именно с Дальнего Востока, нам тоже понятно. Все-таки вращение в широко известных узких кругах дают определенные бонусы и преференции, хотя бы в информированности. Значит, дальше. Значит, этот академик заметил, что во всем мире разрабатываются математические модели, на основе которых можно достаточно точно предсказывать климатические изменения и изменения в социально-экономической ситуации, которые они за собой повлекут. На 50-70 лет вперед, а Россия в этом плане пока отстает. Между тем, уже есть прогнозы, согласно которым повышение температуры на отдельных территориях приведет к перераспределению ресурсов, а население будет двигаться вслед за ресурсами. Это усилит миграцию, обострит политическую ситуацию в мире. Ну, я с этим не согласна, поскольку, если вы внимательно смотрели избранные сессии на Питерском международном экономическом форуме, ну, как бы они кусками, там не было прям отдельной какой-то истории. Но, тем не менее, о чем говорили умные люди? Умные люди говорят о том, что выиграет от потепления, всемирного потепления, Россия. И поэтому, куда будут мигрировать люди, за чьими ресурсами, за какими ресурсами, каким образом это все будет перераспределяться. То есть мы ожидаем огромных миграций со стороны Африки, миллионы-миллионов человек, десятки миллионов человек в обозрированном будущем, если климатическая тенденция, собственно, будет оставаться этот же тренд. Ну, как бы о том, что нужно за этим наблюдать, естественно, конечно же. Но, как бы, должны ли эти расчеты заходить в экономические модели? Ну, может быть, на долгосройке да, но на краткосройке совершенно точно, я думаю, ну, мое личное мнение, что нет. То есть об этом пока рано говорить. Но если вы думаете сотнями лет вперед, конечно же, да. Поэтому, чья это задача, чей это вопрос, это, конечно же, вопрос государственной важности. Поэтому переходим к следующей новости. Власти Москвы и Сбербанка договорились о партнерстве в сфере КРТ. Что такое КРТ? КРТ – это комплексное развитие территорий. В рамках Московского урбанистического форума заключено соглашение между правительством Москвы и Сбербанком. Стороны будут взаимодействовать и сотрудничать по программе комплексного развития территорий. Инвесторы после подписания договора о КРТ представляют властям банковскую гарантию. Она обеспечивает исполнение обязательств, которые предусмотрены таким договором и подтверждает готовность банков работать с программной комплексного развития территорий. Есть рост интереса к реализации программы КРТ со стороны девелоперов. На сегодняшний день уже 16 проектов реализуются по результатам торгов. Ну и давайте дальше вам даже прочитаю цитату за мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Вадимира Ефремова. Он говорит о том, что ежегодный бюджетный эффект по итогам рейдевелопмента этих площадок оценивается в 21,5 миллиард рублей. При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке не только со стороны властей города, но и банковского сообщества. Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договор о комплексном развитии территории, расширить линейку банковских продуктов и выработать методологические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, которые планируют получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территории. Ну и, собственно, в рамках соглашения стороны договорились о популяризации программы КРТ. Ну, по крайней мере, ура! Теперь понятно, кого звать на нашу секцию по комплексному развитию территорий, а не то, что было в этот раз. Простите. Так, дальше. Значит, 73% компаний решили повышать зарплаты ради удержания сотрудников. Две трети компании стараются удержать работников повышением окладов. Работников пытаются удержать гибридным форматом работы. Его предлагают 63,2 компаний. Достойным уровнем базового вознаграждения. Выше медианы рынка 56,3% участников вопроса готовы на это пойти. Современный комфортабельный офис и бренд компании. Эти варианты отметили половина респондентов. Наиболее востребованы, естественно, IT-специалисты. Это разработчики, бизнес-аналитики, специалисты по информационной безопасности и так далее. 54% респондентов указали на их дефицит. И большой спрос, конечно же, на производственных рабочих и инженерные специальности. Ну, в общем, проблема с кадрами в промышленности существует. Эта проблема не родилась вчера. Эта проблема сформировалась за последние 30 лет. И, конечно же, это проблема результата отсутствия единой промышленной политики. Собственно, мы об этом и будем дальше продолжать говорить, потому что об этом нужно говорить, потому что нужно искать решения совместными усилиями. Ну, и по данным Росстата, за январь-май 2023 года рост средней номинальной зарплаты составил 12,4%, а в реальном выражении зарплаты за этот период выросли на 6%. В мае рост зарплаты в реальном выражении 13,3%, а в мае 2022 года стал рекордным с 2008 года. Ну, и как прогнозирует Минэкономразвитие по итогам 2023 года зарплаты в России увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% в реальном выражении. Когда же мы начинаем сравнивать динамику повышения зарплаты с ростом инфляции, особенно если вы, когда вы возьмете вашу личную инфляцию, ясно, что повышение зарплаты становится мало, поэтому нужно что делать? Поэтому нужно искать дополнительные возможности, а компаниям не упираться только в, я имею в виду дополнительные возможности для заработка, первое, ну, а компаниям, собственно, не упираться только в повышение зарплаты, потому что одним повышением зарплаты вы, конечно же, этих всех вопросов не решите с кадрами. Нужен комплексный системный подход и заинтересованность, естественно, наших старших товарищей, которым тоже не все равно, я надеюсь. Так, на этом, дорогие мои, все. Вот такой у нас получился заряженный абсолютно новостной выпуск. Естественно, сквозь эти новости очень много мыслей возникает, мыслей, идей, о которых я, конечно же, не могу вам говорить в открытом доступе, потому что это конфиденциальная информация, но своим опытом, естественно, щедро делюсь на стратегических сессиях, приходите к нам на стратегическую сессию, ссылка будет под этим видео. Всех обнимаю, хорошего дня! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok